Зачем вы сделали из обычного блогера политика мирового уровня? Ну, доигрался. Я могу спросить, о чем вы говорили с Навальным? Политика считается фу. А тут-то что? Без сильной и активной американской роли мы не можем решать никакие конфликты. Это все было сделано специально, придумано вашей Меркель. У меня большие проблемы с азербайджанской властью. Аж бить сердце перестало. Вы никогда не думали стать депутатом Европарламента? Вы думаете, что если вы родились и живете в Вышнем Волочке, в Перми или Верхней Пыжбе, это невозможно? Это возможно. Мы поговорим об этом с немецким политиком, депутатом Европарламента от партии «Зеленых» Сергеем Логодинским, уроженца города Астрахань. Сергей, привет! Привет! Очень приятно тебя видеть. Так вот как босоногий мальчишка из Астрахани? Дошел до жизни такой. Как? Уехал из Астрахани? Вот и дошел. Если серьезно, то в принципе это обычно жизнь вырос в Советском Союзе, потом перестройка и коротко выехал в США. Я думаю, что это очень важный момент в моей жизни, потому что это все-таки меня сформировало. А после возвращения в Россию уже тогда, в Российскую Федерацию, мы переехали в Германию. И вот тут началась моя... Я говорю, всегда у меня три жизни. Первая жизнь — это советский пионер. Вторая жизнь — это борьба в Германии новоприбывшего. Ну и третья жизнь моя сейчас, уже как бы немецкого политика, называйте как хотите, публициста, адвоката. В какой-то момент ты учился в Америке вместе с Алексеем Навальным. Не в первый раз, а, как я понимаю, это все-таки уже были двухтысячные. Да, это был 2010 год. То есть в Америке у меня, скажем так, было четыре эпизода. Первый эпизод — это из тогда еще Советского Союза с Советским фондом мира Раисой Горбачевой, когда я вообще с огромной неожиданностью увидел, что я выиграл конкурс в Астрахани. Оно делало конкурс для людей, которые из Астрахани в какой-то 88-м году могли поехать, ребята, сопровождать Горбачева на одной из его миссий. И вот как-то так я выиграл, причем без блата. Это было очень странно. И это был первый эпизод. Второй эпизод — это когда я окончил там еще раз школу в 92-93 год, потому что я познакомился там с людьми, которые мне просто помогли туда выехать позже на вот этот вот год. И вот там вот и сформировалось, мне кажется, очень много из моей личности, потому что в 16 лет переехать в США и жить не в русской тусовке, а просто в обычной американской жизни — это очень важно. Третий эпизод — это моя учеба в Гарварде два года после юридической учебы в Германии, когда я получил стипендию. И четвертый эпизод — это Ельский университет, так называемая стипендия для, не знаю, как это даже назвать, World Yale Fellows, да? Это всемирные, там, глобальные стипендиаты Еля. Я бы назвала об этом для молодых лидеров. Ну, что-то такого типа, да, и это абсолютно там была возможность брать курсы, лекции ельские, работать с ельскими студентами, потому что это уже как бы для более взрослых людей, работать с профессорами. Ну, в общем, это было замечательно, это был один семестр. И в этом семестре были люди из всех разных стран, поскольку я представлял Германию, а вот Леша Навальный представлял тогда Россию. Вы как-то продолжаете общаться с Навальным? Да, конечно. И сейчас, когда он в Германии, сейчас он в Германии, и был в Берлине, вы общались, встречались? Да. И мне было важно, что и канцлер, и другие политики в Германии поняли, что это их гуманитарный, в первую очередь, долг, и поняли, что это важный политический шаг, политический сигнал. Это важнейший политический шаг. Общим местом стало говорить, вообще повторять, что до отравления и вот до этой истории с Германией, с участием, в общем, многих мировых лидеров в судьбе Алексея Навального, до этого он был, в общем, одним из оппозиционных политиков российских, которых все-таки не знал мир. Сейчас, конечно, безусловно, ситуация абсолютно изменилась. И очень трудно подобрать слово благодаря этому отравлению. Нет, конечно. Из-за этой всей чудовищной совершенно истории в России мы видим двух политиков. Владимира Путина и Алексея Навального. И все. И посмотрите, как теперь ведет себя вот эта кремлевская челядь, которая, собственно, и говорит, что это все было сделано специально, придумано вашей Меркель, специально, чтобы из Навального, из простого блогера, сделалось политика мирового уровня. Ответь, Сергей, зачем вы сделали из обычного блогера политика мирового уровня? Мне кажется, это то, что и многим людям, и вокруг Навального, и Леши, и многим другим политикам немножко трудно понять, да, а почему, да, почему Германия, почему вот канцлер правительства так поучаствовала в жизни одного, ну, там, я не знаю, важного, но тем не менее одного российского гражданина. И очень трудно, мне кажется, людям, нашим соотечественникам, понять, я имею в виду российским соотечественникам, понять, потому что они, многие, неважно, положительные или отрицательные герои этого всего, варятся в своей очень сложной и очень часто очень человеконенавистной системе координат политической. В Германии это не так. В Германии всё-таки человеческая составная, гуманитарная составная важна не только в искусстве и здравоохранении, но и в политике. И мне кажется, в этом одно из основных отличий, вот в сравнении с, там, я не знаю, авторитарными или другими какими-то структурами. Это очень трудно понять, и поэтому составляются какие-то другие или верятся в другие теории, теории заговоров, да. Ну, как, теория заговоров всегда это ответ на то, что невозможно объяснить, там, своей логикой, да. Это же сейчас с ковидом, с короной то же самое. Ну, как вот объяснить логикой то, что сейчас происходит, да. Значит, кто-то, там, Гейтс, что-то там организовал. Ну, вот, наверное, очень многим людям, я не говорю о том, что Лавров или президент Российской Федерации верят в это, потому что они не могут в это понять, я думаю, что там всё понятно, там это как бы всё конструируется для того, чтобы... Но люди, которые это, скажем так, проглатывают, да, которые это, это немецкое такое, немецкое выражение, то есть которые верят в это. Причём совершенно от чистого сердца. Они просто не могут представить, что есть вот канцлер, который может прийти в палату к человеку, которого она никогда не видела раньше, и высказать, ну, просто по-человечески, свои чувства и свою поддержку. И до этого сделать всё, чтобы спасти ему жизнь. Просто так. А вы говорили с Алексеем Навальным о том, когда он собирается возвращаться в Россию, и вообще вот... Нет, очень трудно поставить, например, себя на его место, и особенно на место его жены. Страшно мне было за него, за его семью, за его брата уже давно. И это было понятно, какие риски связаны с его деятельностью. Когда я ставлю себя, там, даже гипотетически, да, на его место, да, уже давно я упаковал чемоданы. В принципе, я это сделал, да, в 18-летнем возрасте по причинам намного более мелким, чем эти. И видя такое, в принципе, героический такой поступок и героический подход, независимо от, там, разницы наших во взглядах на определенные моменты, да, которые были бы в мирное время, скажем так, но это уже говорит о человеке, о его любви к родине, извините за такие вот, да, пафосные выражения. Ну, кто жертвует своей жизнью после такого ради идеи, посвященной своей родине? Расскажи про санкции, так называемый список Навального. Ну, во-первых, списка Навального нет. Это было как бы один раз. Боррель, да, наш как бы министр иностранных дел Европейского Союза, что-то там пролепетал насчет списка Навального, а после этого все вокруг него десять раз там говорили, что это он что-то там перепутал, как всегда у него такое бывает. Это не список никакой Навального. К Навальному он имеет, так сказать, опосредованное отношение. Это список людей, которые причастны к применению химического оружия. То, что в этом списке оказались приближенные к господину Путину лица, это тоже связано с применением этого оружия. То, что в этом списке оказался господин Пригожин. Ну что ж, кстати, это другой список, потому что Пригожин в списке, но по другому поводу, поскольку он не подчинялся эмбарго по отношению к Ливии. Ну, доигрался, насколько можно. Но Европейский Союз, поскольку это правовой союз, как правовое государство, там очень трудно просто вот так вот взять и решить, что мы кого-то сейчас будем наказывать. То есть там должна быть какая-то правовая подоплека этого всего. Иначе люди, которые подвергнуты санкциям, идут просто в Европейский суд, и эти санкции отменяются. Направо и налево всем санкции — такого не бывает в Европейском Союзе. А что им за это будет? Вот что будет Пригожину? Или Кириенко, например, который тоже попал под санкции в связи с применением химического оружия? Кириенко же видный многолетний кремлевский чиновник, бывший премьер-министр и видный чиновник администрации. Там, как я понимаю, две основные составляющие. Первая — невозможность посещения Шенгенской зоны и Европейского Союза. И вторая — это замораживание активов. Многие могут сказать, мы говорим о Лукашенко, например, а что ему в Европейский Союз въезжать? Может, в Вильнюс они ездят закупаться. Я думаю, что многим из них можно обойтись и без Европейского Союза будут ездить в Китай. Когда ты сейчас несколько раз, как легонькая промышленность, прошелся по министру иностранных дел Евросоюза, у меня аж бить сердце перестало. Что-то ты так с ним... Нет, это давняя уже российская привычка. Ведь депутат Госдумы... Конечно, трудно сравнивать депутаты его парламента с депутатом Госдумы, но тем не менее, депутаты большого парламента. Чтобы так сказал, например, о министре Лаврове, я сразу начинаю опасаться за его жизненные кондиции. Я думаю, что задавая этот вопрос, ты приблизительно знаешь, какой будет ответ. Потому что ответ очень простой. Это неотъемлемая часть демократии и моего права как гражданин, не только как политика. И я благодарен судьбе, что я переехал... Мне вообще кажется, что тот факт, что я переехал где-то 18 лет, меня обогатило, потому что я взял с собой... Я уже был достаточно взрослый, чтобы взять с собой какие-то уроки из моей жизни и в Советском Союзе, и в России перестроечного времени, и постперестроечного времени. Но с другой стороны, я не был заасфальтирован. Это все было не забетонировано во мне. И для меня это абсолютно нормально. Я не вижу, так сказать, вообще... У меня нет страха обидеть Борреля, покритиковав его. Я вообще и свою партию критикую, и намерен... Это, кстати, несколько отличает меня тоже от многих коллег в Германии, которые тоже боятся. Есть определённая такая боязнь выйти из каких-то идеологических, зелёных или социал-демократических рамок. Я думаю, что это как раз я вынес как урок из перестройки. Что идеология, любая зашоренность, любая идеология, она пагубна. Кстати сказать, зелёный и Северный поток-2 – любимая избитая тема. Но, тем не менее, разъясни нам, почему зелёные против Северного потока-2? Первая – это всё-таки экологическая тема. Так газ же он экологический. Газ экологичнее, чем нефть или чем уголь. Но очень многие, например, Кемфорд, здесь профессор женщины очень известная, член, кстати, института экономики немецкой Дейвы, они говорят, что нам не нужно больше газа. Плюс к этому есть и вторая составляющая – это вопрос солидарности. Внутри европейской солидарности и солидарности с другими странами Восточной Европы. Потому что, как мы знаем, и Польша, и Украина – это те страны, которые наиболее уязвлены этой идеей. Потому что таким образом, во всяком случае, украинское влияние, украинский рычаг какого-то оказания влияния исчезает. Речь шла о том, что Украина могла остановить потоки, которые идут через свою территорию, для того чтобы каким-то образом противостоять пагубному влиянию Кремля. В данном случае многие считают, что этот проект нацелен именно на то, чтобы выключить Украину из геостратегической игры. И в данном случае очень многие зеленые, исходя из давней традиции, а у нас есть давняя внешнеполитическая зеленая традиция – это поддержка и солидарность по отношению к Восточной Европе и внутри Евросоюза, и вне Евросоюза. Достроив северный поток, Германия, скорее всего, что противоречит этому принципу европейской солидарности. О европейской солидарности. Беларусь. Мы видим, как достойно сопротивляются белорусы. На мой вкус слишком мягко, но мы хорошо знаем белорусов теперь здесь. Мы сейчас все тусуемся в белорусской тусовке. Конечно, белорусы, они такие, вау! Мы не тусуемся ни в каких тусовках, у нас сейчас корона на расстоянии с масками. Полтора метра, мы поговорим об этом. Мы тусуемся в расстоянии полтора метра друг от друга в масках строго, предварительно проденфицировавшись. Но ведь белорусы ждут, в том числе и от Европы, прежде всего от Европы, не вот этой брутальной, вульгарной помощи, о которой периодически говорит Лукашенко, не знаю, там, шпионы, агенты, доллары, кровавые евро, еще что-нибудь. Санкции, помощи, поддержки, они могут не справиться. Я в них верю, но тяжело. Люди гибнут. Люди гибнут каждую неделю уже. Во-первых, санкции есть. Они, может быть, недостаточны. Но, в принципе, они есть. Я не уверен, что санкции решат вопрос. Мне кажется, что в данной ситуации санкций недостаточно, потому что мы видим, не откалывается элита, не раскалывается элита. Для чего нужны санкции в данном случае? Это же та же самая теория и по отношению к России или к другим санкциям. Многие говорят, я поскольку занимаюсь турецкой политикой, евро-турецкой, нужны санкции против людей вокруг Эрдогана. Для чего? Для того, чтобы отколоть их от Эрдогана, чтобы они почувствовали, что им есть что терять, и чтобы недовольство росло именно не вокруг, не внутри населения. Потому что это не секторальные санкции, это точечные санкции. В этом-то и их фокус. Мы не хотим, чтобы население этих стран под гнетом этих санкций находилось. А именно те, которые действительно за что-то отвечают. Но мне кажется, я не верю, к сожалению, в том, что санкции... Я считаю, что Европейский Союз должен был вступить в игру намного раньше. Но этого не хотели очень многие в Белоруссии из демократического движения. И это не упрек, это не... Мы на эту тему много говорили, но я их понимаю, это люди-герои, кстати, говоря о героизме в политике. Вот, пожалуйста, героизм в политике, то, что происходит там, это такой урок европейцам и вообще всем гражданам, живущим в мире и в демократии. Это сравнимо с майданскими событиями, может быть, даже и похлеще. Я с самого начала говорил, что Европейский Союз должен играть более активную роль, что Европейскому Союзу следовало послать переговорщиков или медиаторов с самого начала, туда, то есть еще в августе. Но европейцы побаивались. Во-первых, они не хотели этого делать без желания этого со стороны демократических сил Белоруссии, а этого желания тогда не было. А во-вторых, они действительно, европейские многие политики, есть определенный страх и боязнь повторения Майдана и повторения реакции на Майдан. Я очень часто говорил и спрашивал, кстати, наших европейских дипломатов, еще до того, как я был в парламенте, говорю, это действительно так, что вы вот это все ассоциированное контракт с Украиной, об ассоциации с Европейским Союзом, вы действительно с Россией не говорили на эту тему до этого? То есть этот нарратив, вот эта вот история все время муссируется. Они говорят, да мы стучали туда, мы спрашивали постоянно. Не было никаких сигналов со стороны России. В процессе подготовки вот этого договора с Украиной никто вообще не реагировал со стороны Москвы. Начали реагировать потом, постфактум, когда довели это все до оккупации и так далее и тому подобное. Но почему-то есть вот такая вот боязнь спровоцировать реакцию Кремля. Как к человеку из немецко-турецкой комиссии на Горный Карабах? Что это было с твоей точки зрения? Потому что я вот как россиянка, только руками развожу, господи, армяне, пашинян, мамочки, штурм парламента, Алиев, Эрдоган, пять районов туда. Что это было? Что это все? Эрдоган теперь совсем друг Путина, Алиев это уже Турция. Что вообще произошло? Ну Алиев всегда была Турция, надо сказать. То есть это идея два государства, один народ. Такое ощущение, что уже не очень два государства. Я не думаю, что надо совсем до такой степени. У меня большие проблемы с азербайджанской властью и с азербайджанским государством, как оно выглядит сейчас по поводу их демократических представлений. И, в общем-то, авторитарного или даже, можно сказать, тоталитарного, частично, управления страной. Там, естественно, есть большая близость, культурная близость, историческая близость с Турцией. Это никто не отрицал никогда. И в данном случае это еще и значит, что для армянского населения, для армянского народа это часть противостояния с турецким, с османским народом, с османской империей, которая была ответственна за геноцид. А при этом Россия, в общем, как я понимаю, поддержала Азербайджан, то есть Турцию, то есть Эрдогана. Да. Мне кажется, что в данном случае, так как я понимаю ситуацию, Россия играла на две стороны. Она выдерживала Армению для того, чтобы дискредитировать это демократически выбранное правительство. И чтобы показать, насколько Армения зависит от российской поддержки. Ну, в первую очередь, это результат хороший, потому что остановилось кровопролитие. Хоть как-то. Но Армения потеряла пять районов. Армения потеряла пять районов, которые являются территорией Азербайджана. Являлись территорией Азербайджана, которая до этого являлась территорией Армении, которая до этого являлась территорией Азербайджана. Если мы будем раскручивать все дальше и дальше, то мы вернемся к Крыму. Я считаю, что так же, как и ситуация с Крымом, у нас есть международное право, по международному праву обе эти территории принадлежат туда, куда они принадлежат. То есть по международному праву и 7 районов Азербайджана и Нагорный Карабах все-таки остаются территорией Азербайджана. Это подтвердил Совет Безопасности ООН в четырех своих декларациях. Совет Безопасности ООН, однако, сказал, что нужно прекратить любую агрессию. А агрессия здесь была со стороны Азербайджана с поддержкой Турции. То есть здесь у нас такой ближневосточный конфликт в Кавказе. Тем не менее, к плачевным результатам того, что произошло, это еще раз подтверждение того, что Европейский Союз в плане международной политики и в плане политики безопасности не дееспособен. Без сильной и активной американской роли мы не можем решать никакие конфликты. Слушай, я совсем забыла про эту тему. А вообще Турция, она еще как-то рассматривается как, возможно, член Совета Европы? Я уже забыла. Член Европейского Союза? Европейского Союза, да. Она считается кандидатом и дальше. Кандидат в члены Европейского Союза. Я поддерживаю эту линию, но я один из немногих, кто еще в эту линию верит. Потому что я все-таки верю, что вот это вот очень динамичное и очень открытое гражданское общество в Турции, многие из которого сидят за решеткой, заслуживает европейской перспективы. Потому что если мы сейчас захлопнем форточку, то у нас вообще нет никаких, у нас даже оставшихся рычагов нет для того, чтобы влиять на вот это вот очень страшное и странное правительство Эрдогана. Ты сказал, что Евросоюз продемонстрировал свою недееспособность. А в вопросах пандемии и ковида мы дееспособны? Мы, Евросоюз. Я так уже нахально говорю «мы». Правильно, добро пожаловать. Я считаю, что да. Я считаю, что вот это вот было в начале особенно. Было буквально пару недель, когда Евросоюз практически отсутствовал как игрок. Это было не только как институт, как институт власти, как международная, как эта организация региональная, но и даже в головах правительств европейских. Мы помним эту ситуацию, когда в Италии был большой кризис, большая проблема, когда они хотели заказать маски, и маски из Германии, и вообще, так сказать, все это оборудование Германия не выпускала, и многие другие страны не выпускали. Но этот очень тяжелый момент, он хоть в итальянском сознании и остался, и хоть российские и китайские средства массовой информации с большим удовольствием окучивали вот эти вот ростки недовольства европейской солидарностью, все-таки мне кажется, что мы преодолели эти пару недель, даже в сознании итальянцев и испанцев, поскольку очень быстро довольно, сравнительно быстро. И фон дер Лайн, и комиссия вся европейская начали заниматься какой-то координацией. То есть, например, если мы посмотрим на вторую волну, ведь никто не закрывает границы, очень мало практически закрывают границы внутриевропейские. В первой волне все закрыли границы, как сразу, довольно быстро. Почему не закрывают? Потому что поняли, что этот вопрос не решается как бы национальными границами, а тут нужны другие и другие рычаги, потому что они увидели, что это значит для торговли, когда здесь недалеко от нас километры грузовиков стояли, не могли проехать. И что это значит для людей, которые ведь очень много просто на границах, просто людей, которые работают здесь, живут там, они просто не могли никуда деваться. То есть сейчас сознание того, что мы все-таки живем в каком-то общем европейском доме, оно здесь, оно присутствует. И вот Европейский союз, Европейская комиссия были активны в том, чтобы обеспечить, например, гарантии вакцины для европейских стран, вот той самой, о которой сейчас идет речь. Которую изобрела турецкая пара, турецкого происхождения, да? Да, немецкая пара с турецкими корнями здесь, в Германии. И плюс к этому, я думаю, что это был самый важный пункт, то, что мы в Европейском парламенте и в Европейском союзе смогли согласовать большой пакет финансовой помощи для всех стран в рекордную сумму. Мы берем долги, общие долги, для того, чтобы гарантировать эту сумму в будущем. Таким образом, мы помогли Италии, мы помогли особенно южным странам, у которых котировка их кредитоспособности на рынке уже сейчас, еще до кризиса была ужасная. И поэтому решение, которое было принято, несмотря на то, что Германия и многие северные страны никогда не хотели, это был принцип, они не хотели общих европейских долгов. Но таким образом эти страны, такие как Италия, Испания, вообще могут получить деньги, потому что в таком случае их кредитоспособность улучшается. Потому что кредиторы знают, что Германия выплатит, если что, эти долги. Это был огромный и очень важный знак той самой европейской солидарности, которая не просто на словах, а которая и на деньгах. Это мы очень хорошо все почувствовали, потому что, когда я человек без ПМЖ, без, естественно, гражданства, в общем, с визой, да, я здесь фриланс, без права на работу на контракте, вдруг получила помощь немецкого правительства и значительно... Я подумала, чёрт, может быть, действительно, то, что ты не веришь, что в Европейском Союзе есть прежде всего гуманитарные ценности, а потом уже все остальные, прежде всего человек важнее. Думаешь, да, конечно, да, 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 мы все это слышали с детства. И вдруг бац, и правда. Кстати, права человека. Какие у нас есть проблемы в Германии с правами человека? Ну, ты же немецкий политик, германский политик. Хорошо, что ты занимаешься правами человека в Турции, это замечательно. Наблюдаешь за состоянием прав человека в России. А тут-то что? Что у нас тут с правами человека? Ну, во-первых, я считаю, что ничего зазорного нет, если в какой-то из стран Европейского Союза нет проблем с правами человека, ну, с таких серьёзных проблем. То есть, вот я прохожу мысленно там все статьи Конституции, которые, ну, действительно, наверное, многие из оппонентов вот этим вот мероприятием против ковида скажут, что они ущемлены в своих правах. Некоторые даже скажут, ну, вот мы носим маски, это вот ущемление наших конституционных прав. Но я вот не совсем понимаю, каких, потому что всё-таки мне кажется, что, ну, да, есть такое право делать всё, что ты хочешь. Потому что есть действительно в Германии, это Allgemeine Handlungsfreiheit. Но это право можно любым законам, если он конституционный, ограничить. Действительно, были вначале проблемы с правом на собрание, потому что, естественно, если, особенно во время первой волны, были просто запрещены демонстрации, такие как в Берлине и так далее, то действительно люди, которые, может быть, хотят протестовать против того, что происходит, или по другим вопросам, они не могут этого сделать. Но и эта ситуация была исправлена немецкими судами. То есть очень много было потом судебных решений, что если есть дистанция, если есть маски, и в определенных количествах можно демонстрировать. И мы видели демонстрацию вот этих вот всех товарищей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Они вообще говорят, что там 2 миллиона собралось, но я думаю, что это перебор, но там было действительно очень много людей, и, в принципе, никто их не разгонял. Здесь немножко проблемы лежат в другой плоскости в Германии. Например, проблема с неправедственными организациями, со статусом нон-профит. Здесь была такая тенденция, и есть она, и у нас много проблем на эту тему, нам еще надо будет с ними разбираться. Кто получает нон-профит, вот этот вот статус, гемальную цихика, это называется здесь в Германии, ведь с этим сопряжено и налоговое, так сказать, бремя становится меньше. И некоторые немецкие инстанции стали отнимать этот статус у всех организаций или у многих организаций, которым они говорили, что вы занимаетесь политической работой. Мне это напомнило очень тенденции, которые здесь люди не понимают, но тенденции, которые мы знаем в российской среде, в университетах... Закон об иностранных агентах. Ну, нет, нет. Там это политическая деятельность. Да, политическая деятельность. И вот студенческие вот эти вот все дела, когда стали запрещать студентам заниматься политической работой, то есть как бы политика считается фу. Университет вне политики. Да, и действительно есть в законе, там можно это интерпретировать, но там имеется в виду политика именно партийная политика. То есть если организация занимает какой-то партийной политикой, а здесь стали интерпретировать это... То есть, например, организации экологически потеряли некоторый статус, потому что им сказали, что вы занимаетесь политической темой. Но извините, у нас пол гражданского общества занимается политическими темами, так что же мы не будем их считать нон-профитами. Это эта тема. Плюс другая тема, которая здесь в гражданских правах, так сказать, в этой области, это тема защиты данных, защиты информации личной. И здесь мы, конечно, во всей этой дигитальной сфере сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы WhatsApp и другие мессенджеры заставить иметь «backdoor», то есть такую дверцу, которую государство могло бы открыть для того, чтобы, например, антитеррористической обзервацией заниматься. Здесь мы, например, я сам, как я отвечаю за эти вопросы от «зеленой партии» в Европейском парламенте, мы будем против этого бороться, потому что, естественно, все, кто телеграммом или сигналом пользуется, они прекрасно знают, почему они пользуются этими мессенджерами, как раз потому, что там нет возможности, во всяком случае не очень легкой возможности, для государственных прокуроров и так далее, для полиции посмотреть, что там происходит. То есть вот в этой плоскости лежат эти вопросы. Сергей, мы с тобой собирались встречаться в Брюсселе. Очень хотелось посмотреть на твое рабочее место в Брюсселе, но стало понятно, что придется подождать. Собственно, Бельгия одна из первых ушла в красную зону. Потом мы собирались к тебе зайти в кабинет в Бундестаг. Все закрылось на карантин. И вас приглашать просто нельзя никуда. Куда вас не приглашать, после этого все закрывают. Надо быстро подумать, куда нас пригласить. Что ты хочешь закрыть? У меня вопрос. Как ты думаешь, когда, собственно, ты должен знать, как политик, когда все откроется, когда все это кончится? Вот это вот все, когда кончится. Вот эта фраза, ты должен знать, как политик, мне кажется, что вот это самая большая проблема. Твоя, не моя, поэтому могу. Нет, я думаю, что это наша проблема, потому что есть такое ожидание того, что политика и политики знают, как решить любую проблему. Как публицист. Я не спрашиваю, как доктор права, потому что мне кажется, как доктора права об этом спрашивать лучше не надо. А вот как публицист. Когда все это кончится? Я надеюсь, что все-таки с вакциной к лету следующего года будет какая-то нормальность. Если какие-нибудь там сурки или крысы не разнесут какую-нибудь новую форму этого несчастного вируса. Ну, плюс к этому такие вирусы, мы это видели, они сами еще, да, обычно. К определенному там после пару лет исчезают, приходят другие. Неутешающий такой прогноз, но я думаю, что касается ковида, я все-таки надеюсь и молю Бога, что к следующему лету будет какая-то стабилизация, потому что, если она не будет, то у нас будут намного больше, еще большие проблемы, что касается мирового правопорядка и что касается мировой экономики. Сергей, ты нормальный человек 21 века, европейский, таких много американских людей, таких людей много в Азии, в Австралии, которых не спрашивают, не принято спрашивать, а где твой дом, а кем ты себя чувствуешь, а где твоя родина, а ты себя ощущаешь там кем. Это уже не вопрос нашего времени, но я тебе его задам все равно из прошлого, потому что я с этого и начала. Собственно, ребята, хотите стать евродепутатами, не бойтесь делать этого, даже несмотря на то, что вы сейчас в Верхней Пыжме. Ничего. Как это? Когда глупо тебе задать вопрос, где твой дом? Ну просто, ну зачем он? Он такой пафосный, но он из прошлого. Чем больше я мотаюсь там между Брюсселем, Страсбургом, Берлином, Гамбургом и Бранденбургом, а это как бы мои рабочие места сейчас, все больше я чувствую, если речь идет действительно о доме, а не о родине, я чувствую себя дома, наверное, сейчас больше всего в Берлине, потому что я просто здесь уже долго прожил, и Берлин, как ты знаешь, самый уютный дом, интересный дом, многообразный дом, который можно себе представить с немецкой точки зрения, во всяком случае. Ну а это в плане местности, в плане жизни, а в плане самоощущения, ну, наверное, дом там, где мама жарит котлеты и делает пельмени. Вот там я чувствую себя дома, наверное, как в Астрахани когда-то, потому что мы все же хотим, знаете, как говорят, что такое родина, родина – это проекция, это попытка обвернуть что-то, что тебе родное, что-то, что связано с твоим детством, может быть, родительский дом, потому что проецируем туда все наши мечты. Небесный град – Иерусалим, а у тебя Небесный град – Астрахань. Ну, не будем преувеличивать, ну, типа того. Спасибо. Спасибо большое, очень приятно было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok